Я развал Советского Союза не привился. Нет, понятно, то есть я имею в виду, как наследник готова каким-то образом бороться за власть в стране? Нет, нет. Если мне она будет предоставлена, я буду готов ее удержать. А бороться за власть, ну, вы знаете, это, наверное, неправильно. Во-первых, для того, чтобы как наследник я был востребован, это надо менять стройку. А я не уверен, что у нас общество готово к изменению стройки. Поэтому что-то насильно насаждать, абсолютно, я считаю, не сенсоргать. И вопрос относительно к кинокартины, которые у нас выйдут на экраны скоро. Как вы относитесь к сюжету, который там описывается, и к тем событиям, которые вокруг мира оборачиваются? Ну, вообще, картины такого жанра мне не интересны, в принципе. Я не вижу, так сказать, по замыслу там какой-то серьезной глубины. И дело в том, что, вот хорошо, что вы меня вернули к Матиде Феликсовне, потому что Матиде Феликсовне в письме, которое мне передали в Париже в 90-м году, ее письмо, белый эмигрант, ну, не белый эмигрант, а эмигрант, еще первой волны, после смерти ее сына, он оставил конверт, который просил переработать, описывает, что она, дело в том, что 7000 тонн по этому проекту были отправлены, Я потом объясню, откуда это золото, я понимаю, что невероятные цифры в несколько раз превышающие золотые запасы, но я как раз долго изучал этот вопрос, и на... Всего за 32 тысячи всего тонн золота, 3 тысячи... Отвечем, Боже, на вас, просто вижу ваше сомнение, у меня есть ответ, я потратил несколько лет, чтобы сверлить на эти вопросы, то, что у меня нахожилось. Так вот, Матита Феликсовна, 7000 тонн была отправлена еще в 13-м году, а полторы тысячи тонн оставалась в Казани, в специальном хранилище, и до капли нас там не хватало, и должны были отправить к 15-му году. После этого договор ступал силу, и на Мурманск должны были поддерживать массовые поставки американского вооружения, воеприпасов и так далее. Так вот, эти полторы тысячи тонн отправить не смогли, потому что Николай Николаевич, великий князь командующего Русской армии, использовал без согласия с Николаем несколько сотен тонн, сорвав фактически вот этот глобальный договор. И я так понимаю, что это стало чуть ли не причиной конфликта, от чего его сняли с команды. После этого стали опять накапливать золото в этом хранилище, и в 17-м году он опять в весне было накоплено, и Николай попадает под арест. То есть опять переворот страны. И вот он научил Матсите Феликсовне, чтобы она завершила этот проект. Она уезжает в Кислородск. А в своем будущем году Андрею Владимировичу дает соответствующие полномочия. Он организует восстание, его гвардейское отказание. И вывозит вот эти полторы тысячи тонн, поездами, с боями, прерывающиеся в Словацкий корпус. Через Харги, где у китайцев тоже гвардейский гвардейский, чтобы он поделился. Он доложит его до Владивостока, где она окружается над годами федеральной резервной системы. И таким образом только в девятнадцатом году вот этот проект с российской стороны условия будет выполнен. Матидо пишет о том, что в сорок первом году, пользуясь своими правами наследника и распределителя этого вклада, она вышла на боку Владимира Кирилловича как раз, который по видам являлся двойным агентом и МКВД, и английской спецслужбой. И таким образом сразу на две стороны чуть-чуть вышла и сказала, что она готова подписать документы, чтобы проценты по этому золотому вкладу, а если потребуется сейчас вкладу, были направлены на вооружение и военприпасы в Советский Союзе Великобритании. И только после того, как эти документы поступили в Американский Сенат, было принято решение Олимпича. И в счет оплаты этого золота пошли поставки, начиная с осени с 41-го. Они очень помогли в переломе ходовоевых действий под Москвой, они очень помогли нашему народу с 41-го по 45-го. Причем это было только 25% от этих поставок, 70% ушло на Великобритании. И я считаю низкий поклон от Эльги Феликсовой, и она гораздо больше, и она и ее дочер Николая II заслуживает захоронения в Петропавловском соборе, чем поклонки Владимира Кирилловича. Да. Цицинина похоронена на сельском кладбище в Заволжье. Я, например, сразу ее могилу найти не могу. Вот так глубоко проходишь.